Мы продолжаем изучать Тору, и сегодня у нас как раз мы дошли до 21-х, 21-й врата, да, автор этой книги, он называет, медот, качество, которое есть у человека, он называет врата, ворота, да, ворота объясняет каждое качество, в чем его плюсы, в чем минусы, значит, мы вот прошли, 19-е это запоминание, 20-е это забывание, то есть иногда хорошо запоминать, иногда хорошо забывать, и он объяснял, как это делать, причем книга написана тысячу лет назад, и актуальна, как будто бы вот сегодня написана. Сегодня у нас 21-е ворота, и ворота эти называются врата молчания, штика на иврите, да, штика. Сказал Раббан Шмонбан Гамлеэль в Перте, вот, есть такая Мишна в первой главе. Коль Ямай Гадальти Бен Ахахамим, все дни свои росся между мудрецов, он был сыном Раббана Гамлеэля, великого главы еврейского народа на то время. Коль Ямай Гадальти Бен Ахахамим, он сказал, Велома Цати Лагуфтов, и ничего не нашел я лучше для тела, миштяка. Ничего не нашел я лучше для тела, чем молчание. И он продолжил объяснять, Вело Амидраш у Айкар, и не рассуждение, это основа, Эля Маасе, а только действие, Веколь Амарбе Бедварим Мевихет. И каждый, кто умножает в словах, он приходит, приводит грех. То есть здесь мы видим такую вещь интересную, да, это первая глава, 17-я мишна, что сразу же он нам объясняет, насколько молчание лучше, чем разговор. То есть разговор по-любому приведет к греху, и в итоге все равно результаты дают не разговоры, а действия. Поэтому лучше, чем много разговаривать, лучше действовать. Дальше приводит он на второй книге царя Шломо в Мишле, да, 17-я глава, 28-й отрывок. И там написано так. И глупец, когда молчит, считается мудрым. То есть, вот, например, представьте ситуацию. Собрались люди, и там кто-то что-то говорит, говорит, а кто-то сидит так вот умно и смотрит на всех, так изучает. Итак, главное умно смотреть. И понятно, что это человек, который молчит, пока он не скажет ничего. То есть, он выглядит загадочно, он так вникает. И тут даже есть действительно, значит, что значит мудрый, да? Ми-Ха-Хам. Это очень интересно, вот сейчас только я понял. Есть спертьявод, тоже есть смешно, в четвертом параде, по-моему, это сказал Бензаман. Ми-Ха-Хам, кто это мудрец? Эзу-Ха-Хам, он спросил. Какой-то, отдайте описание мудреца. И обычно человек, он дает определение, что, ну, мудрец это тот, кто знает столько-столько. Он говорит, нет, мудрец по торе, это Алумет Миколь Адам, тот, кто учится у каждого человека. Как сказано, как говорил царь Давид, Миколь Миландай Искалки. От каждого, кто обучал меня, я умудрился. Потому что твое свидетельство говорило ко мне. По торе мудрец, это не тот, кто знает, а тот, кто хочет знать. Тот, кто хочет знать, тот, кто хочет научиться, тот, кто имеет вот этот вот запрос на мудрость, и он понимает, что он сам полупустая чаша, которую надо наполнять, он и называется мудрец, тот, кто учится. Теперь здесь получается так. Когда человек молчит, и, значит, он хочет узнать, то есть тот, кто молчит, он в этот момент может услышать. И получается, что то, что нам сказал царь, что даже если этот человек сам по себе, он сейчас глупый, но он молчит, он может сойти за мудреца. Почему он может сойти за мудреца? Ух ты, какие у меня салюты вокруг пошли. Видно, я сказал что-то интересное. И повиде вокруг меня салюты, какие на фейсбуке. В фейсбуке он почему-то решил отметить эти слова прям такими салютами. Удивительно, да? Хорошо. Дальше говорит автор этой книги так. Сказал мудрец, если я говорю, то раскаиваюсь в том, что сказал. А если молчу, не раскаиваюсь. И если я раскаюсь в молчании однажды, то в том, что говорил, раскаюсь много раз. Значит, действительно, человек, который, если посмотреть, есть такая известнейшая история в трактат Баба Мецея. Трактат Баба Мецея, там рассказывается про раби Лазар, сын раби Шиман Барюха. И там он шел, значит, по улице, а он занимал такую должность, он работал следователем, искал преступников на римлян. И сын раби Ативы, тоже в велике мудрец того времени, раби Ушо Бен Корха, он ему послал такое письмо. Он ему начал письмо, говорит, ты, говорит, уксус сын вина. Он его так назвал. Уксус – это стиша вино, а папа его был раби Шиман Барюхай, он был вино. Он его назвал, ты уксус сын вина. Как же ты можешь вообще работать на эгиптян, не на эгиптян, на этих, на римлян, и, значит, быть предателем, да? То есть ты предаешь людей на смертную казнь, сынов народа твоего. Как ты это делаешь? А тот ему говорит, я, говорит, колючки выпалываю из виноградника. Он говорит, если люди злодеи, они злодеи, которых надо, значит, наказывать. Я только беру злодеев. Он ему говорит, придет хозяин виноградника и разберется. То есть Бог, он следит за своим виноградником. Ты не бери на себя, что ты должен выпалывать эти колючки. Ну, Раби Ушоа думал так. Раби Элизар, сын Раби Шимана, думал по-другому. И вот дальше описывает Талмуд, что он шел по улице. И тут идет какой-то прачечник. Прачечник – это, ну, какой-то вот человек, который у него был. Может, прачечная у него была. Кубес, может, он сам стирал. И он ему тоже говорит, уксус сын вина, он его назвал. Раби Элизар говорит, из того, что он такой наглец, видно, что он злодей. Арестуйте его. Его арестовали. И, значит, Раби Элизар, он в какой-то момент успокоился, думает, ну что, он наглец. Да, он меня оскорбил. Он назвал меня, там, уксус сын вина. Значит, ну, что делать? Значит, отпущу его. Возвращается в тюрьму, чтобы приказать, чтобы его отпустили. Ему говорят, а римляне его уже повесили. И он стал под деревом этим. И говорит, говорит отрывок из притчи царя Сламона, он говорит, шумер, пив, выношено, шумер, мицарот, навшо. Он говорит, тот, кто сохраняет свой род и язык, сохраняет от неприятностей свою душу, от страданий свою душу. Это он имел в виду и на того прачечника, да, если бы кто-то его не обозвал уксусом вина, то прачечник был бы жив. А и на себя он говорит, потому что он тоже, если бы он промолчал тогда, то его бы римляне не убили. А сейчас они его убили, может быть, на нем есть грех за то, что он его, получается, предал римлянам, но без оснований, кроме как тот сказал на него плохую вещь. Но это не основание для смертной казни. Подошли к нему его ученики, рабе Лазара, сын рабе Шимона, и говорят, рабе, ну не переживай. Вот этот вот прачечник, он в Йом-ки-пур вместе с сыном изнасиловали девушку, которая должна была выйти замуж. Она была уже обрученная и, значит, ну в статусе уже замужняя женщина, у нее должна была быть свадьба. Они ее в Йом-ки-пур вдвоем изнасиловали. Поэтому ему положено вот это вот наказание, так что ты не переживай. Он тогда начал вот так бить себя по животу, говорит, смейтесь, смейтесь, ликуйте, ликуйте мои, говорит, внутренности, что даже если тот, где я сомневался, и просто это, такая у меня была интуиция, что он злодей, оказалось, что он злодей, значит, в тех случаях, когда я уверен, что люди злодеи, значит, я все правильно делаю. Так он себе сказал. Но что? Здесь говорит нам автор этой книги, говорит так, что если промолчишь, то не раскаивайся. То есть Всевышний все равно бы в какой-то момент того бы прачечника бы наказал. То есть он сказал на рабе Лазара, сказал там, например, ты как-то его обозвал. Потом он обозвал какого-то другого человека, а тот человек взял биту бейсбольную, ему сломал ноги. То есть человек, который злодей, он по-любому своим неправильным поведением попадает рано или поздно в неприятность. Это факт. То есть это как бы устройство мира. Засунул пальцы в розетку, бьет током. И ты можешь 10 раз засунуть, не убьет, а в следующий раз все равно ударит. Теперь, но, значит, лучше промолчать, он говорит, чем говорить. И тогда придется раскаиваться много раз, потому что ты можешь... Тут ты кого-то обидел, тут ты не так сказал, тут ты был по сути прав, по форме не прав. Тут ты, значит, ну и так далее. Дальше он пишет нам следующую вещь. Сказал мудрец, когда я говорю, слова властвуют надо мной. Если я скажу о ком-либо недостойно, те слова владеют мной и заставят быть потом извиняться и так далее, и просить у него прощения. А если молчу, то я властвую над словами, могу произнести их или утаить. То есть слова внутри, вот это очень интересная вещь. Это как рассматриваются, как отдельная реальность. Ведь слова, которые человек произносит или которые у него внутри, они же живут у него внутри, они как-то туда попали. Потом они оттуда поднимаются. И пока они поднялись из подсознания в сознание, человек может их оценить и может их сказать или не сказать. Теперь люди, которые все время фильтруют базар, это называется, да, фильтруют базар. То есть они боятся сказать что-то не то. Они, можно сказать, что они... У них очень много на это уходит энергии. Они, ну, можно их назвать осознанными. То есть он фильтрует, он наблюдает за теми словами, которые у него всплывают. И он оценивает эти слова или их пропустит, сказать, ну да, эта мысль, конечно, она всплыла. Но я бы не хотел ее, значит, использовать. А кто-то базар не фильтрует. Ему что на уме, то на языке. Есть такие люди. Теперь, хорошо это или плохо, нам говорит эта глава вроде что плохо. Потому что, потому что, если у человека что на уме, то и на языке. А на уме у него не очень что-то хорошее, то тогда у него на языке будет что-то не очень хорошее. И тогда сразу это проявится, да. Если у него в сердце что-то не очень хорошее, но он не хочет это выпускать наружу, то два варианта. Первое, он не хочет выпускать наружу, и он осознает, что эти слова, они не очень хорошие. И он хочет изменить в сердце своем, да, ситуацию. То есть почему человек, он про других говорит, что это плохое, там, и так далее. Это плохое качество. То есть это происходит из зависти, из каких-то, ну, негативных качеств характера. Дальше автор приводит историю такую интересную, да. Мне непонятен из нее, конечно, вывод, зачем он ее приводит. Ну, вот я вам тоже расскажу то, что он пишет. Значит, два юриста стояли перед императором Андрианом. И один защищал слова, говоря, что они хороши, а другой защищал молчание. Спорили, что лучше, молчание или слова. Один юрист, который защищал слова, он говорит, без слов невозможно вообще жить. Цари не смогут править, корабли не смогут выходить в море. Не знают, как воздать последнюю честь умершим, как прославлять невест, как вести торговлю. Без слов невозможно, слова важны. Сказал ему император Андриан, хорошо ты сказал. И сказал защищавшему молчание, а как ты восхвалишь молчание? Тот собрался говорить. И тогда защищавший слова встал и дал ему пощечину. Император говорит, зачем ты его ударил? Почему ты его ударил? А он говорит, господин мой, я защищал свое своим. Я слова защищал словами. А он хочет защищать свое молчание моим словами. Он хочет защищать молчание. Поэтому я его ударил. Что он хотел этим сказать, автор книги, я не понимаю. А, вот тут вот, может быть, вот так он говорит. Он сказал так, что Шлома Амелых, царь Самон, он говорил так. Всевышний не приказывал нам сидеть и молчать, подобно не могло. Но он нам сказал так. И приводится отрывок из Мишли, из притчи. Значит, при многословии не избежать греха. А сдерживающий уста свои разумен. Теперь, что означает сдерживать уста свои? И вот тут он нам говорит очень такую интересную вещь. Значит, вот меня просят, can you speak English, please? I can't, because this is lesson in Russian. Я не могу говорить на английском, потому что этот урок на русском. Но кто-то говорит просто, а что говорит на английском? Или он просто говорит, что лучше говорить на английском, потому что на языке, который ты хорошо не знаешь, ты будешь немногословен и не скажешь ничего плохого. Тоже интересная идея. Есть такой писатель, Харуки Мураками. И он пишет на английском. Он говорит, потому что я когда пишу на японском, у меня слова просто из меня просто прут. Я в них запутываюсь. В английском я знаю меньше слов. И поэтому я обдумываю каждое слово. У меня получается более такой чистый, понятный, прозрачный язык. Так он когда-то говорил, что я больше люблю писать на английском, потому что я его знаю хуже, чем японский. Значит, но здесь автор книги говорит так, что сдерживать уста свои, это значит удерживаться, говорить о других. То есть, он пишет, нет достойнее Аарона и Мириам. Это был брат и сестра Машерабейну, Моисея. И они были величайшие праведники. Но когда они начали говорить про Машерабейну, они были наказаны. Когда они начали обсуждать Машерабейну, они были наказаны. И злословие считается одним из самых главных грехов. Значит, злословие – это когда человек говорит о других даже правду. Именно правду. Правда – это такое слово «правда». Он говорит о них что-то, что позорит этих людей, что приносит им боль. Теперь получается, что правило такое. Лучше не говорить о других людях вообще, потому что, особенно плохое, потому что, когда ты говоришь о других людях, то как раз это и вызывает самые большие проблемы. Давайте подумаем на эту тему. Значит, если человек говорит про других людей плохо, да? Говорит нам, Тором, у нас был целый цикл уроков про злословие, что злословие убивает троих. Того, кто говорит, того, о ком говорят, и того, кто слушает. Значит, когда человек говорит о других людях злословие, то что? Вот есть… Я наблюдал… Как раз интересно, что я вчера с этим столкнулся. Есть несколько людей в интернете, которые, которые они считают себя очень умными, и они очень плохо говорят о других. Я вот обратил внимание, что когда-то эти люди, они как-то сдерживали свое злословие. Потом, когда они его начали усиливать, и их еще кто-то читал. Но в последнее время я просто наблюдал за этими людьми, и вот у них ноль, вообще никто их не читает. И они все сильнее усиливают свое злословие, потому что это как будто бы им доказывает, насколько плохие люди. То есть они начинали так. Они плохо говорили о каких-то людях, и те люди, которые их читали, такие же плохие, ну, они как бы радовались, поддерживали. Давайте кого-то будем позорить вместе. Но люди, которые нормальные, хорошие, они от этого шарахаются. Теперь все дальше, дальше, дальше. В итоге тот, кто позорит других людей, тот, кто злословит, тот, кто говорит плохо о других людях, он останется один. Люди не будут с ним общаться. Не те, кого он злословит, не те, которые слушают. Потому что те, которые слушают, они же понимают, что как только он, че, который злословит и говорит плохо о других, то он в этот же момент на них повернется и тоже будет говорить про них плохо. И вся его тема, вот это злословие, это попытка, это следствие гордыни, попытка возвыситься, подняться над, значит, подняться над другими людьми за счет унижения их. То есть это как, а Всевышний сказал, что там, где гордец и я, мы не можем быть вместе. Поэтому нам, опять же, та же Мишна, которая нам говорит, кто хахам, кто мудрец, не тот, кто знает, а тот, кто хочет узнать. То есть тот, у кого есть осознание, что он не понимает, и он хочет понять глубже, и он уважает мнение других людей. Дальше идет вопрос, а кто уважаемый? Кто уважаемый? Мы могли бы сказать, уважаемый, тот, у кого миллион подписчиков. Нет, говорит Бензума в этой Мишне, он говорит, нет, уважаемый, это тот, кто уважает других, то есть процесс. Умный – это тот, кто ищет знания, уважаемый – тот, кто уважает других. Не тот, кого уважают, а тот, кто уважает других. Потому что каждый раз, когда ты относишься с уважением к другому человеку, то этот человек, если он нормальный, он тебя уважает. Как царь Соломон нам говорил, что, значит, как смотришь в воду, видишь свое отражение в зеркале, так же сердце человека отражает твое к нему отношение. То есть, если ты к людям относишься с любовью, с уважением, значит, с любовью, с уважением, с интересом, тогда другие к тебе как относятся с любовью, с уважением, с интересом? Если ты относишься к другим с пренебрежением, с безразличием и без интереса, то тогда другие как к тебе относятся точно так же? Вот и все, вот ответы на все вопросы. Поэтому, значит, лучше здесь нам говорит в этой главе автор этой книги, что если ты уже говоришь, то первое, умножающие слова не избежит греха. Почему не избежит греха? Что такое грех? Обман и так далее. Но самое важное, как только ты начинаешь говорить о других людях, то ты в любом случае попадаешь в ловушку. Почему? Например, ты говоришь что-то хорошее. Допустим, Дамир начал говорить что-то хорошее о Тамаре Лобачевой или о Марте Ленко. Вот он начал прямо говорить что-то хорошее. А Тамара думает, да, что-то Дамирка мне подкатывает. То есть, когда ты говоришь о ком-то, то человек может или наоборот. Она думает, что-то он, наверное, не то говорит. То есть, как только ты говоришь о другом, даже ты хорошо говоришь. Допустим, кто-то начинает хорошо говорить о Байдене. Сразу же те, кто не любят Байдена, начинают ругать Байдена. Он как кнопку нажал на злословие, включить злословие про Байдена у других. Он говорит хорошо про Трампа. Сразу он как кнопку нажал злословие про... То есть, лучше не говорить ни про Байдена, ни про Трампа, ни про Тамару, ни про Дамира. Даже хорошо. Потому что в итоге... А о чем тогда говорить, спросите вы? Вот он пишет. Лучше молчать. Или говори о том, что бесспорно является разрешенной темой. Это Тора. Тора. То есть, если ты говоришь слова Торы. Вот, например, там написано вот так и так. Да, в недельной главе. Корах. Вот Корах выступал против Маше Робейну. Он скандалил. И, значит, в итоге погиб. Все. Значит... А Рэб, любаешься? Сказал вот так. Объяснил это. А, например, Равицкак Зильвер объяснил вот так. А, например, там Рамбан, он пишет вот так. Все. Никак ты не попадешь ни в какую ловушку. Дальше. Ты говоришь, например... Вот очень интересно про детей. Я сейчас это тренирую. И у меня вот, слава Богу, я заметил большую разницу. Если ты говоришь детям, например, ты не сделал так-то, так-то, то он начинает оправдываться. Это идет как нападение. Если ты говоришь детям, сделай, пожалуйста, вот так, вот так. Очень важно делать так, так и так. Вот это важно делать потому-то, потому-то, потому-то. То эффект, который ты достигаешь, объясняя и говоря конкретно, конструктивно, что делать, намного выше, чем если ты описываешь, как плохо он поступил. И тем более, если ты описываешь, какой плохой он и какие у него плохие качества. То есть, вот этот вот момент не говорит про других, а говорит конструктивно, что ты хочешь. И когда ты говоришь конструктивно, что ты хочешь, или говоришь о себе, о своих ощущениях. Я в этот момент, когда увидел то-то, то-то, я почувствовал так-то, так-то. И я тебя прошу, пожалуйста, в будущем делай так-то, так-то, потому что так и так делать лучше для тебя, ну и так далее. Оп, такая форма очень-очень более эффективная. Вот Наталья Эрлих пишет, самое сложное испытание не говорить о других. Да, это сложновато, сложновато, но оно и полезно. Оно и полезно, потому что или говорить о других, ну, даже когда ты говоришь хорошо о других. Например, ты говоришь человеку комплименты, да, хорошо о нем. В принципе, это хорошо. Хорошо, но опять же, это хорошо. Но говорил царь Саламон, что нехорошо хвалить там грешника по вожделению. То есть тут тоже, если ты сказал, ты его похвалил, он такой стал из-за этого более гордый и наглый, и он потом, значит, ты как бы его усилил, и он начинает делать плохие вещи. Опять проблема у тебя возникает. Поэтому лучше молчать. Вообще, я говорю, Наталья, лучше молчать. Молчание золото. Все. Но, как говорил Хабетскаем, когда, вот мы изучали его книгу, которая называется «Шмират Алшон», как бы, о сохранении своего языка. И кто-то ему подходит, говорит, после вашей книги, говорит, вообще, говорит, лучше молчать. А Хабетскаем ему говорит, нет, говорит, это до моей книги, пока вы не знаете про то, как надо говорить, лучше молчать. А вот после моей книги уже можно говорить, потому что ты уже знаешь, что можно говорить, что нельзя, что правильно, что неправильно. И тоже закончу это такой историей, что однажды Хабетскаем один пришел и говорит, вы знаете, я как вашу книгу читаю, я засыпаю. А Хабетскаем ему говорит, так это же отлично, говорит. И вы как бы, она для того и написана, чтобы люди не говорили лошонарат, злоязычие. Так вы, когда спите, вы точно лошонарат не говорите. То есть, есть огромная польза от этой книги, что даже если вы, когда начинаете ее изучать, вы засыпаете, уже хорошо, уже как бы вы, значит, цель книги выполняете, не говорите злоязычие. Хорошо, все, на этом мы сегодня заканчиваем. Чтобы с Божьей помощью мы извлекли из этого хорошие для себя уроки. И в заслугу того, что мы начинаем фильтровать базар свой, фильтровать свой язык, свои выражения. Чтобы Всевышний дал нам огромные-огромные достижения во всех сферах жизни. Чтобы мы использовали все время более позитивные слова, более конструктивные слова для того, чтобы выражать свои мысли. Приведу пример, что когда к Любавичскому Рэбе пришел один человек, который Рэбе его спросил, кем вы работаете? Он говорит, я директор больницы. Рэбе ему говорит, нет, вы не директор больницы. Вы директор дома выздоровления. Б3ФА. Тот говорит, ну а какая разница? Он говорит, огромная разница. Когда человек приходит и, значит, приходит он к больнице, ну и пишет, больница, да, здесь больные, здесь болеют, то у него его состояние духа, оно падает. А если он приходит и написано дом излечения, здесь не место, где болеют, а место, где выздоравливают. И он начинает думать, что в позитивном ключе, в конструктивном, я выздоравливаю, то, конечно, это ему хорошо, для его здоровья это лучше. И приехал, вернулся в Израиль тогда, это директор, он был Б3ФА. Сейчас все, все, значит, все то, что раньше называлось больницы в Израиле, дома здоровья, Б3ФА, да, потом изменили название, были, еще когда я приехал в Израиль, называлось больничные кассы, в Израиле есть больничные кассы, это там Макаби, Клолит, Мюхедед, Клолит, Макаби, Мюхедед, да, три основных. И сейчас они называются, во всяком случае, Макаби, в которой я нахожусь, точно, называется Шерутей Бриют, это услуги здоровья, оздоровления, услуги здоровья. Поэтому, лекарня, да, вот больница, лекарня, это там, где лекари, лекари, которые врачи, да, вот, поэтому, услуги для здоровья. Если мы будем вот так фильтровать свой, свой язык и думать каждый раз, вот это слово, которое я сейчас скажу, оно несет позитивный смысл, да, оно наполнено позитивной эмоцией, оно наполнено радостью, или оно наполнено, наоборот, негативом, потому что тот, кто разбрасывает яд, у него же внутри тоже яд, яд к нему возвращается. Тот, кто разбрасывает там пыльцу, значит, и духами все брызгает, то он духами пахнет. Поэтому человек, который говорит злоязычие и негативную речь, то и он страдает, и мир вокруг него страдает. Поэтому, или лучше молчать, ну, во время молчания, тоже внутри, фильтровать, потому что человек, даже если он не произносит слова, внутри у него постоянно идет вот этот вот поток, мыслемешалка, да, информационный поток. Если вы свои вот эти вот, начинаете пропалывать свои мысли, да, как есть метод Каза Сильва, он говорил, как ты только ловишь негативную мысль, нужно сказать, стерто-стерто, и как будто бы ты ее стираешь, и меняешь на позитивную, стерто-стерто, позитивная, стерто-стерто, позитивная. И когда ты внутри меняешь все, что вот этот вот негативный поток, плохо-плохо-плохо-плохо-плохо, меняешь на спасибо-спасибо-спасибо-спасибо-спасибо-спасибо-спасибо, начинаются чудеса. Все, всем удачи, успехов, и выздоровления, благополучия, счастья, всем хорошим, добрым людям. Мазальтов, удачи. Все, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok